В нефтеканске уборка и вывоз снега продолжается в привычном режиме. С 25 января эту работу выполняет иркутская фирма «Альфастрой». Согласно подписанному исполненному контракту, содержание городского округа благоустройством занимается ООО «Альфастрой», которое содержит, чищает улицы от снега и занимается вывозкой этого снега. Снег вывозится, согласно подписанному постановлению администрации, определенное место, куда вывозится снег. Там он складируется, значит, уплотняется, там работает техника по уплотнению. Количество снега определяется, входя из погодных условий, требований ГОСТов. Сами горожане отмечают, дороги стали намного чище. Из города ежедневно вывозится снег, но его почему-то меньше не становится. Сугробы растут вдоль проезжих частей и тротуаров. Снежные глыбы закрывают обзор дороги как водителям, так и пешеходам. Когда выезжаешь, ничего не видать. Приходится почти на середину выезжать, чтобы увидеть другой транспорт. Па ребенка шли, вот отсюда буквально переход, и машина едет, вот чуть не сбили их. Вот первоклассненькие ребятишки. Из-за того, что вот из-за этой горы, да, вот как раз газель закрывает. И вообще невозможно. Идешь, вот выглядываешь со стороны, с стороны, чтобы пройти. Как утверждают в обществе Альфастрой, сегодня ежедневно на уборку снега выезжает от 15 до 30 единиц техники в зависимости от погодных условий. Мы сами смотрим, где в первую очередь проезжая часть заужена, и надо расширить, где у нас накаты идут, снежно-ледяные колея. Где пешеходные переходы у нас, видимость отсутствует, и на перекрестках также отсутствует видимость. За прошлую неделю из Нефтекамска вывезено порядка трех тысяч кубометров снега. По словам руководителя Альфастрой Павла Ивановича, они сами отслеживают, откуда в первую очередь следует убрать снег. Но реальная картина такова. В городе еще остались участки, где сугробы могут стать причиной ДТП. Да и наличие снежных грязных глыб не очень вписываются в архитектурный вид города с 50-летней историей. Гузель Миронова, Эльшат Исламов, Дмитрий Кузнецов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова